Добрый вечер! Время новостей на Первом в Молдове. С вами Надежда Вербицкая и коротко о главных событиях этого дня. С тротуара на праздничный стол. Люди незаконно торгуют. Здесь не разрешено. Чем ближе праздники, тем больше уличных торговцев. С любовью от мамы. Оттуда подарки, туда еда. Жители страны обмениваются посылками с родственниками из-за рубежа. Дать или отнять. Родителям в первую очередь нужно учить ребенка этим средством пользоваться. Как превратить гаджет из врага в союзника. Советы психолога. Настенная роспись. Крик души о вечном. Обидеть художника может каждый. Жители столицы предлагают ужесточить наказание для любителей портить фасады и заборы. Игорь Дадон промульгировал закон о бюджете на будущий год, а также законопроект о фондах социального и обязательного медстрахования. Кроме того, подписан пакет законов, цель которых – дополнительная социальная защита ряда категорий населения. Глава государства отметил, что важные для страны документы были приняты и официально обнародованы в рекордно короткие сроки благодаря усилиям всех ответственных лиц. До конца года законы появятся в мониторе Лафичаал. Президент выразил благодарность Кабмину и парламенту за ответственность, оперативность и продуктивное сотрудничество при разработке ключевых нормативных актов для развития и обеспечения благосостояния страны. Пограничная полиция установила строгий контроль на рубежах Молдовы. Причина – выявление очагов африканской чумы свиней у диких кабанов в лесах Гладянского и Фалежского районов. Временно запрещен доступ лиц и транспортных средств на полосу шириной 1 км вглубь страны по всей линии границы. Правоохранители также предупреждают, что в этой зоне строго запрещен выпас животных. По данным учреждения, причиной внедрения ограничительных мер послужило возникновение нового очага африканской чумы свиней. Инспекторы Национального агентства по безопасности пищевых продуктов обнаружили с десяток мертвых кабанов в природном заповеднике Подуря-Домняска. Сейчас в заповеднике Подуря-Домняска насчитывают 188 диких кабанов, 12 особей уже заболели. Лабораторные анализы подтвердили наличие вируса. Видим, как появляется боля. Когда вы приезжаете на праге более волнечный, как и степолат, в праге-домняска, то мы должны быть необходимы, чтобы умереть, чтобы увеличить номер до 0. И, в последнее, в последнее время, мы собираем решение репопулировать эти территории с мистерами санатой. В заповеднике ввели карантин на год. Комиссия по чрезвычайным ситуациям проводит дезинфекцию территории, чтобы избежать распространения вируса на других кабанов, живущих в лесу. В этом году вспышки африканской чумы были зарегистрированы в девяти районах. Некоторые из них находятся на карантине до сих пор. В общей сложности были забиты около 450 свиней из частных ферм и домашних хозяйств и 24 кабана. Чтобы исключить распространение вируса, власти запретили ввоз животных или свинины на таможне с Румынией и Украиной. Отметим, что вирус не опасен для человека. Инспекторы Национального агентства по безопасности пищевых продуктов отправились с проверками в места, излюбленные уличными торговцами. Ревизии провели также в торговых сетях и небольших лавках. Выявили огромное количество нарушений. Товар хранился и продавался в антисанитарных условиях. Бороться с явлением сложно. С одного места сгонишь, торговцы выкладывают товар в другом. И это уже не продукты, а буквально подножный корм. Брынза, творог, мясо, вино. Всё свежее, всё домашнее, твердят уличные торговцы, зазывая прохожих хоть и взглянуть на разложенный под ногами товар. Творог, сметана. Всё, что есть в домашнем доме, мы приводим, продадим, чтобы тоже зарабатывать немножко денежки. У нас есть доктор в селе, он всё даёт нам, всё в штампе, всё как надо, положено. Прохожие смотрят, но не берут. Многие уже обожглись и предпочитают магазины. Да, были проблемы с рыбой, потому что рыба пахла бензином, керосином, и я больше у них рыбы не покупаю. Я не доверяю. Почему? Конечно, не доверяю. Потому что оно должно прийти качество. Должно качество. А так дорога, улица, пыль, машины, всё, как можно доверять? Те, кто всё же доверяет, в меньшинстве, но существуют. Света верят, что домашнее здоровее фабричного. А о том, в каких условиях продукт обрабатывался и хранился, предпочитают не думать. Иногда доверяю, когда качественный творог, почему бы не купить, если вкусное молоко, почему бы не купить. Если в магазине продаётся молочка из пальмового масла, здесь натуральное кровье молоко. Натуральное кровье продукция. Вы же не знаете, при каких условиях было создано? Надо кипятить и надо дома стерилизовать, в микроволновке, в духовке. Воюет с незаконной торговлей не только нац.агентство по безопасности пищевых продуктов. Местные власти и полиция с уличными торговцами давно не в ладах. У каждого своя правда. Первые хотят порядка, вторые – заработать. Противостояние длится не первый год, но, похоже, уличная торговля – явление неистребимое, пока есть покупатели. Вице-притера сектора Чеканы мы застали во время обхода. Возмущён. Люди незаконно торгуют. Здесь не разрешено торговать. Поэтому рядом есть рынок, они могут торговать там. Половина рынка свободный, а люди торгуют здесь. Торгуют здесь, потому что здесь большое количество людей проходит. Им выгоднее здесь и бесплатно торговать. Власти, в том числе контролирующие, взывают к бдительности горожан. Призывают помочь им в борьбе с уличной торговлей, которая негативно сказывается на эпидемиологической и зоотической ситуации в стране. На ваших экранах номер горячей линии Нацагентства по безопасности пищевых продуктов, по которой всех просят сообщать о случаях незаконной торговли. Правоохранители выступили с рядом рекомендаций для автовладельцев в связи с нестабильной погодой. Напомнили, что отправляясь в путь, особенно дальний, необходимо проверить давление в шинах. Передвигаться рекомендуют на более низкой скорости и не совершать резких манёвров. Соблюдать дистанцию, избегать обгонов в условиях низкой видимости. Сигнализировать о каждом манёвре и включать противотуманные фары. И последний важный совет. Если у вас нет опыта и умения управлять автомобилем в таких условиях, не рискуйте. И тем не менее, чем больше праздников, тем больше трагедий. Печальную традицию подтверждает статистика. Пожары, аварии, несчастные случаи. Похоже, чем лучше настроение у наших граждан, тем ниже бдительность. Как предотвратить беду и чем помочь тем, кто уже пострадал, решала этим утром комиссия по чрезвычайным ситуациям при правительстве. Подробности у Полины Бантыш. Добрый вечер, Полина. Здравствуйте. Начнём с тех, кто уже пострадал и нуждается в помощи. Так, по горельцам из села Нишкан и Каларажского района, у которых, напомню, трое маленьких детей, будет выделено 115 тысяч леев на восстановление сгоревшего жилья. Их историю мы рассказывали буквально две недели назад. Там ситуация действительно очень тяжёлая. С маленькими детьми на руках в преддверии праздника люди в буквальном смысле остались на улице. Ещё 186 тысяч леев будут выделены селу Ларга на восстановление крыши Дома культуры, которую повредило сильным ветром. Более 140 тысяч леев уйдут Неспоренскому райсовету. Там зафиксирован очаг свиной чумы. Деньги нужны на создание санитарных фильтров. Учитывая увеличившееся количество пожаров, спасатели, Минэкономики и Молдова-Газ сошлись во мнении о необходимости внесения поправок в законодательство об эксплуатации источников обогрева. Речь пойдёт о печах и газовых котлах. Изменения будут настолько внушительны, вплоть до сокращения числа автономок. Полицейским же дано распоряжение о снижении аварийности на дорогах. Соответствующие меры правоохранителям придётся принять уже в ближайшее время. О каких конкретно мерах пойдёт речь, будем расследовать. На этом у меня пока всё. Следите за новостями на Первом. С начала января 2020 года сокращается необлагаемый лимит на товары личного пользования, везённые в страну почтой. Теперь за посылки стоимостью свыше 200 евро будут взиматься таможенные платежи. Таможенной службе уточнили, что учтена будет фактическая стоимость товара, которая не включает транспортные, страховые расходы, а также цена загрузки, разгрузки и перевалки товара. До сих пор необлагаемый лимит составлял 300 евро. Отсутствие мороза и снега на праздничное настроение горожан никак не повлияло. С утра до вечера на улицах столицы не только ощущается предновогодняя суета. Люди несут подарочные коробки, пакеты, фейерверки, салюты, мишуру. Битком набитые посылками микроавтобусы частицу молдавской души везут в Европу. В Милане, Риме, Париже, Берлине и многих других городах наши соотечественники с нетерпением ждут гостинцев из родного дома. Место паломничества цирк, именно оттуда отправляются маршрутки в Европу. Сегодня там был настоящий аншлаг. Неиссякаемый поток людей, че родственники проживают за бугром, толпился у открытых дверей микроавтобусов, чтобы поскорее отправить заветный сверток. Тримидим детоате, тот че мей бун деакаса, цей че не ле ажунge, макар к отыта компенсам. Тот че сарпатар, декачун, деану нову, са ну не уйти, са ну... Особой популярностью пользуются домашние продукты. Бабушки несут на себе тяжеленные баулы с соленьями и сладостями, чтобы побаловать внуков. Девушки с сумками наперевес отправляют подарки своим благоверным. Все стараются удивить и отправить родным то, чего днём с огнём не сыщешь в европейских магазинах. Водители, привыкшие спокойно попивать кофе из разовых стаканчиков в обычные дни, в канун праздников, трудятся в поте лица, желающих передать посылку в разы больше обычного, а потому работы не в проворот. Водители маршруток с большой тетрадью адресатов, связующие звено между Молдовой и Европой. Через несколько дней они раздадут свой груз в Страсбурге, Падуе и Турине. И обратно вернутся не с пустыми руками. Привезут алаверды из-за границы. Больницы страны в праздничные дни будут работать в специальном режиме. Администрации учреждений установили особый график. В таком режиме врачи и медсёстры работают завтра и в другие праздничные дни. Между тем, все медучреждения обеспечены необходимыми лекарствами. Всем больницам предоставят необходимые запасы крови. А Центр судебной медицины будет функционировать в обычном режиме. Более 200 детей из нескольких центров размещения страны в преддверии Нового года посетили резиденцию президента. Для них устроили праздничное представление, по окончании которого с ребятами пообщался глава государства. Дети остались в восторге от концерта и сказали, что хотели бы снова посетить резиденцию президента. Дети очень удивились. Дети, увидев самого президента, не удержались и сделали фотографии на память. Дети, увидев самого с ребятами пообщался. Ребята в знак благодарности исполнили калятки. Профессиональные родители говорят, что такие мероприятия очень важны для детей. Это приятный сюрприз накануне зимних праздников. Ребята в том, что они не знали, что они не знали, что они не знали, что они не знали, что Республика Молдова и другие партии красивые. Ребята в том, что они не знали, что они не знали, что они не знали. Ребята в первые клипы были все, что они не знали, что они не знали. Глава государства Игорь Дадон поблагодарил преподавателей и профессиональных родителей за их нелёгкий труд. С праздника детишки ушли не с пустыми руками. Каждый из них получил подарки от фонда супруги президента Одинсуфлет. Президент России Владимир Путин в числе первых направил поздравления с Рождеством и Новым годом народу Молдовы. Послание пришло на имя главы государства Игоря Дадона. Российский лидер пожелал жителям нашей страны мира и процветания в новом году. Он напомнил, что народы Молдовы и России связаны узами многовековой дружбы и духовной близости. Владимир Путин также выразил уверенность, что развитие конструктивного диалога и сотрудничества в самых различных областях отвечает нашим общим интересам. Напомним, в последний раз президенты Молдовы и России встречались на прошлой неделе на неформальном саммите лидера в СНГ в Санкт-Петербурге, где Игорь Дадон поздравил своих коллег и жителей стран, которые они представляют, с наступающими праздниками. Владимир Путин прислал поздравительное послание президенту Игорю Дадону и всем нашим соотечественникам одним из первых. Наш канал продолжает исполнять желания тех деток, которых в Новый год хочется порадовать как-то особенно. В этом году мы постараемся сделать так, чтобы ребятам, по разным причинам оставшимся без любви и заботы родителей, праздник запомнился действительно надолго. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Стены Центра временного размещения, воспитатели и привычная новогодняя программа. Такой праздник ежегодно проходит для сотен детей, оставшихся без заботы родителей. Они рады любым гостям и любым новым впечатлениям. Воспитанницы Когульского социального комплекса «Эмприуна» уже пакуют вещи. На сей раз их ждет что-то действительно интересное. В этот Новый год Сильвия и Нелли впервые в жизни увидят большую кремлевскую елку в Москве. Сильвия Овсянникова вместе со своим старшим братом появились в Когульском социальном комплексе «Эмприуна» шесть лет назад. С тех пор теплые отношения помогают ребятам сохранять энтузиазм и веру в лучшее. Я как сейчас помню, как они пришли. Очень голодные, плохо одеты. Он водил ее в садик за ручку. На другой раз рассмотрела им след, как он дергает, не выпуская ее руки из своей руки. Из родительского дома в новую, совсем иную среду. Адаптироваться приходилось не только к новым условиям, но даже к языку. Я, когда пришла сюда в пять лет, я не знала вообще румынский. Вообще не знала. Я когда слышала, когда они разговаривают по-румынски, я ничего не понимала, что они разговаривают. Я вот научилась по-румынски, и сейчас мой самый любимый предмет – это румынский. Теперь Сильвия – правая рука воспитательницы. Девочка хорошо учится и всегда готова в этом помочь другим воспитанникам центра. У Нелли, напротив, не все так гладко с учебой. Сказываются отголоски прошлого. Вместо шестого она сейчас учится в четвертом классе. Мать ее умерла, она жила с отцом пьяницей. Отец за ней не смотрел. Она добывала сама еду, как могла. И чаще всего была голодной. В школу, конечно, она даже если ходила, она ничего не усваивала. На голодный, желудоколодный мозг. Что можно усвоить? Ну, а Леша, да, Сильвия. У кассы. У кассы? Да. Что не тратишь, ты касса оставь? Наши. Двой? Да. Смотри, что и будет. Ну, и тут. Это очень певно. С непростым прошлым, но очень светлой душой. Свои мысли и чувства Неля часто отражает на бумаге. И плачет здесь несколько, где она к ней, где она порезает. Так мне интересно, мама. Как и в детские годы, когда мама приходила домой с шоколадкой или мандаринкой, теперь эти дети радуются всем, кто приходит к ним не с пустыми руками. Под Новый год Сильвия и Неля получили отнюдь необычный подарок – поездку на кремлевскую елку в Москву. Кажется, первое в их жизни путешествие в другую страну не оставляет равнодушным никого. Не каждый может ехать, позволить себе поехать куда-то в другую страну. Да, сейчас многие дети здесь, что с родителями ездят, но у них такой возможности нет. Она сейчас лететь на самолете, она переживает. Конечно, переживает. Она переживает, потому что она не летела, а я не летала. А я переживаю, что она будет лететь, как она будет чувствовать себя там в самолете. Они этого не видели, понимаете. Для них это все новинка. Для них это фантастика. Новогодняя сказка, если хотите, которую дети очень ждут. Я пришла со школы, я покушала и села на диван. И пришел директор и сказал, Сильва, знаешь, что я хочу тебе сказать? Ты хочешь в Москву? Я так рада была. Какие у тебя ощущения по поводу самолета? Я чуть-чуть боюсь, но думаю, что я, если когда поеду на самолете, то мне не будет страшно. В Кагульском социальном комплексе «Эмпреоны» воспитываются 36 детей от 6 до 20 лет. Поездку в Москву на Кремлевскую елку для 12 воспитанников из 6 центров временного размещения организуют Первый канал в Молдове в партнерстве с Российским Первым каналом. Помимо праздника в Кремлевском дворце дети посетят несколько экскурсий. Первый канал в Молдове в Кремлевском области. Завтра в стране официальное выходное и первый зимний праздник. Рождество по новому стилю. Отмечают его и католики, и протестанты, и ряд православных. А вот большая часть прихожан молдавской митрополии будет честовать святителя Спиридона и по традициям гадать на урожай. Но это вечером, а днем вполне можно повеселиться. В столице местом притяжения станет площадь Великого национального собрания, где с завтрашнего дня стартует множество мероприятий. Сыграют оркестры и популярные группы. Кроме того, с 25 по 31 декабря каждый день, начиная с полудня, со спектаклями будут выступать артисты кукольного театра Гугуце. Напомним, с двух до пяти вечера фотографии с Дедом Морозом и детские аттракционы бесплатны. Отказался от шаров, огоньков и других игрушек и украсил елку десятками мужских галстуков. Оригинальную лесную красавицу установил во дворе церкви один из колоражских священников. Горожане вкус отца Андрея оценили и даже гордятся самой необычной елкой. Священник назвал ее умной. Почему? Смотрите в нашем репортаже. Кошакарь пять лет служит в колоражской церкви святого Николая. Если до сих пор елку во дворе украшали игрушками и гирляндами, то в этом году он проявил изобретательность и остановил свой выбор на предметах одежды, точнее, галстуках. Кам пути поарте кравата и, веще, садеа домну, са ре-нвие, са вина тинери, са-мбраце. Каакума, тоти, которые те уйти на тинери, тоти, имблаку глуга. Елка при галстуке привлекает внимание гаражан к высокой цели. Братул интеллигент ареуна олтимеа депесте 4 метри и а фуст имбодобит к aproximатив 70 кравате барбатешти, де деферите форме, дименсиунь и кулори. Акеста у фуст адусе декатре инориащи, которые визитеаза бисерика Сфантул Иерарх Николаеа, в кадрул кампании «Дака-то есть фрик, цери у хайна, дако ай премалте, ласа уна», лансата декатре Паринтеle Андрей. Прихажане были щедры, в опсе сложности собрали 25 короба катежды. Это дар дат для бисерчили, лукашу, для святых, для крештин, в начале сарбатой. И в эти кутии находились и богатые, которые им приняли, что в эти 25 кутии были плены к кровати. Жест отца Андрея удивил других местных священников. Я думаю, что это очень странно, не обеспечивает. Некоторых жителей города впечатлило убранство ёлки, хотя кое-кто предпочитает консервативный наряд. Прима дата лам вазут пенерицели социализари, чар лам дистрибует, ши фарте оригинал. Ам вазут дэн чоклеж, дэн диферити, дэн ашай, и нэу, чава нэу. Кун кравеца пыла брат, чукарали гирлянтур дэстя пун, кари саприн гирлянтур, шашэ пун, да, чава нэу пун. Посачь водоу дэн картижу, кариэля шэ пыла брат, дакнаи. Отец Андрей надеется, что будет впредь уважать эту традицию. Дети эпохи высоких технологий словно рождаются с гаджетами в руках. Годовалые малыши ещё не твёрдо стоят на ногах, но уже уверенно находят мультики в смартфоне. А первоклашка в мастерстве управления андроидом заткнёт за пояс любого взрослого. Интернет расширил их кругозор, им доступна любая информация. Они свободны в выборе, отвергая всё, что неинтересно. Школа в ногу со временем не идёт. По статистике, с 2010 года общее усвоение материала упало на 50%. Так в чём проблема? В стремительном развитии детей или в том, что мы, взрослые, за ними не успеваем? Про Марианскую впадину. Можно? Да, можно. Это самая глубокая точка в океане. Куклы забыты, машинки заброшены. Младшие школьники гуляют по всемирной сети и активно обсуждают проблемы глобального потепления, тайны обитателей Марианской впадины и будущие Чернобыля. Детские рассказы в учебниках литературы, написанные в прошлом, а то и в позапрошлом веке, ничего не задевают в их сердцах. Скучно. Не о них. А потому, вернувшись домой, не спешат садиться за уроки и забывают обо всём, едва взяв в руки смартфон. Родители хватаются за голову. В интернете можно увидеть и полезное, и то, что совсем не стоит видеть. Как поступить? Погрузиться в виртуал вместе, советуют психологи. Родителям, в первую очередь, нужно учить ребёнка этим средством пользоваться. Не превращать его в замену папа-мама-заменителя, а показать, что это средство для чего-то. Ну, описать, объяснить, для чего именно. Также садиться вместе с ребёнком и учиться находить информацию, находить, критически относиться к контенту, видео, особенно видеоконтенту. В увлечении гаджетами немало и плюсов, и минусов. Отлучать от них нельзя. Мы живём в эпоху стремительных преобразований. Технологии – это не что-то далёкое, это то, что будет окружать наших детей всю их жизнь. Родители должны просто выставить чёткие границы, прежде всего для себя и уж потом для ребёнка. Что такое хорошо и что такое плохо, он должен понимать с первого клика. Плохое то, что это пагубно влияет на все психические процессы, память, внимание, мышление, речь и социализация. Но то, что дети мало социализированы, они мало общаются, у них мало информации о том, что происходит вообще с людьми и как с ними общаться. Положительное то, что у них креативное мышление и у них ценность себя. Родители признают, после некоторой растерянности приходит осмысление, и как выстраивать отношения ребёнка с гаджетом зависит от его характера. Главное, всё должно быть под неусыпным контролем. Просто ограничивать и запрещать – это можно, но это не научит ребёнка быть ответственным. Поэтому я стараюсь объяснять своему сыну, что гаджеты – это хорошо, но нужно регулировать время общения с ними. Стараемся, чтобы ребёнок больше читал, больше собирал конструкторы, лего, театр, кино. То есть стараемся чем-то его завлечь, больше времени уделить ребёнку, потому как дети в гаджетах находятся много времени, потому как родителям некогда, родители очень заняты. Школьная программа пока сильно отстаёт от мира технологий. И учителя, хоть и ходят на многочисленные курсы, где их учат строить уроки с учётом новых реалий, не могут отступать от рамок куррикулума. Кто-то пытается использовать современные технологии, но лишь периодически. Отношение к гаджетам у педагогов консервативное. Они больше мешают, чем помогают. Это поиск какого-то материала для урока. То есть, потом даже использование того же калькулятора, он есть в мобильном телефоне, но уроки физики, для подсчётов по формам. На математике это мы не используем, если говорить как мне, предметнику. Потому что единственное, что я могу его использовать, используя ИКТ в качестве презентации, подготовленной детьми на уроках, в качестве проектов, когда они их презентуют на использовании компьютера или телевизора. Вот таким образом. На сегодняшний день 80% школ запрещают использование смартфонов во время учебного процесса. Табличка с иллюстрацией «Мобильные телефоны запрещены» висит почти в каждом классе. Всё меньше студентов в молдавских вузах. Такая тенденция сохраняется вот уже на протяжении десятилетия. Сокращение населения и выбор для учёбы с зарубежных университетов – главные причины снижения числа абитуриентов. Только в нынешнем учебном году их количество сократилось почти на 7% по сравнению с 2018. О том, что происходит в системе образования страны, расскажет Дина Руснак. Здравствуйте. По данным Национального бюро статистики, сейчас на первых двух циклах обучения, лицензиате и мастерате учатся почти 57 тысяч студентов. Примерно на 4 тысячи меньше, чем в прошлом году. При этом 37% из них грызут гранит науки на заочных отделениях. Большинство учащейся молодёжи, а точнее более 65%, от 19 до 23 лет. При этом девушки составляют около 59% от общего числа. Из молодых людей, окончивших бакалавриат, 38% учатся на факультетах бизнеса, администрирования и права. За ними следуют те, кто выбрал сферу образования. В области проектирования, архитектуры и строительства доля студентов составляет почти 12,5%. За ними идут информационные технологии и услуги. Между тем, согласно статистике, в этом году на 500 человек выросло число иностранцев, которые выбрали наши факультеты. Таким образом, у нас высшее образование получают 4600 студентов из-за рубежа. Каждый второй из них изучает медицину. 40% молодых людей из Румынии, более 35% из Израиля. За ними следуют Индия, Украина и США. В Молдове 27 университетов, 9 из которых являются частными. 23 находятся в Кишиневе и по одному в Бельцах, Кагуле, Камрате и Тараклии. Серьезная авария произошла минувшей ночью в селе Китросо Дрокиевского района. По данным местной полиции, 38-летний водитель автомобиля марки Ниссан Кашкай не справился с управлением. Машина вылетела с трассы и врезалась в столб. Автолюбитель, севший за руль нетрезвым, госпитализирован в тяжелом состоянии в районную больницу. Все обстоятельства ДТП выясняются. Руководитель одного из подразделений пограничной полиции был задержан сотрудниками НЦБК и антикоррупционной прокуратуры по подозрению в извлечении выгоды из влияния. По данным прокуратуры, он якобы потребовал взятку в размере 12 тысяч евро от нескольких граждан за то, чтобы замять дела, связанные с угонами автомобилей в Румынии. По словам заявителей, пограничный полицейский утверждал, что может оказать влияние на некоторых сотрудников прокуратуры, которые могут не дать ход рассмотрению материалов, переданных румынскими властями. Передача денег проходила под контролем НЦБК и антикоррупционной прокуратуры двумя траншами – 8 тысяч евро и 4 тысячи. Во время последней передачи полицейского задержали с поличным на 72 часа. Подозреваемому грозит до 6 лет лишения свободы или штраф в размере 200 тысяч леев. С начала года в отношении 41 полицейского были начаты уголовные расследования по подозрению в коррупции, что на 57% больше, чем за аналогичный период 2018. Его разыскивает полиция. Правоохранители обратились к гражданам за помощью. Они распространили портрет подозреваемого в краже 11 тысяч леев у работников на столичной стройке. 25 ноября он вошел во двор и опустошил карманы строителей в раздевалке. Грабителю грозит штраф в размере до 67 тысяч леев или до 4 лет лишения свободы. Тех, кто узнал мужчину, просят звонить на номер 112. Пообещала хорошо оплачиваемую работу, трудовой договор и жилье, но слова не сдержала. 33-летняя жительница столицы была приговорена к 8 годам тюремного заключения за торговлю людьми. По словам прокуроров по борьбе с оргпреступностью, хотя у женщины не было лицензии на трудоустройство за границей, она потребовала 4 тысячи евро от двух супругов, чтобы отправить их на работу в Италию. Клиенты заплатили эту сумму, но, прибыв в пункт назначения, оказались в доме без электричества, горячей воды и даже окон. Более того, они получили лишь символичный оклад. Горе-предпринимательнице придется также вернуть 4 тысячи евро пострадавшим. Столичная полиция задержала двух человек в возрасте 50 и 59 лет за подделку и продажу сигарет и алкогольной продукции на одном из столичных рынков. В ходе обысков было обнаружено более 20 тысяч сигарет и около 500 литров контрафактного алкоголя, стоимость которого оценивается примерно в 50 тысяч леев. Подозреваемым грозит штраф в размере 15 тысяч леев и конфискация незаконных товаров. Уличные граффити крайне редко органично вписываются в городскую среду. Чаще всего они только портят внешний вид. Тем более, что вкусом наделен далеко не каждый из тех, кто умнит себя уличным художником. Особенно больно видеть подобные росписи на памятниках архитектуры, которые появляются там несмотря на обещанные штрафы. Однако энергия подростков требует выхода. И вот в Европе, например, ее смогли перевести в мирное русло. Местные власти предлагают уличным художникам расписывать дома и заборы, на которых уже нанесены нецензурные надписи. Мы решили узнать, что о стритарте думают жители нашего города и местные власти. Продолжение следует... 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 Власти утверждают, что за стрит-артом в столице уследить практически невозможно, тем более, что в мэрии нет лиц ответственных за это явление. Академия, где there, где они, если вы хотите ладить, они возникли в очередине. Там не есть единственный мэриный город. которые собираются с такими... То есть, может быть, у нас есть еще один город, где такие инскрипции стерлятся в очень расстрелах. Существующие муниципальные, уроженные специальные, которые monitorизируют винт и в литературе. Но нужно иметь еще один другой компонент, компонент для constатания и педапсирования. Любители стрит-арта рискуют получить штраф за хулиганство от 27 до 42 тысяч леев или отработают до 200 часов на пользу общества. Однако вопрос остается открытым. Выявить их практически невозможно. Вандалы не тратят много времени на свои каракули. Развлечения не для слабонервных. Необычная забава появилась у любителей острых ощущений. В Кишиневе открыли самый страшный квест. Игра не шуточная. Здесь и профессиональные актеры, и полно жутких мест. Испытания такие, что душа уходит в пятки. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Жуткие приключения, где вы становитесь главным героем, начинаются сразу после того, как вы переступите порок здания. Квест-рум — это закрытая комната, из которой вы должны найти выход. То, что кажется с самого начала игрой, превращается в страшную реальность. Честно говоря, мне все понравилось. Было страшно, было реально страшно, но так классно. Девочку нужно было отправлять в ту комнату, куда тогда зашел этот ужасный вообще персонаж. Пытались отправить меня, но у меня не получилось. Я до сих пор говорю, у меня дрожит голос. Я никогда, мне кажется, я больше не приду сюда, честное слово. Мне кажется, что тут должны проходить какие-то военные. Боже, не делайте так, понимаете, сейчас открывается дверь, и мне уже страшно все. Мне нужно было нажать на кнопку, которая находится за решеткой. И это было очень страшно, страшно, опасно. Наверное, опасно. Мне так оказалось на тот момент. Но это крутые эмоции. Я хочу вернуться и продолжить. В Молдове леденящие душу развлечения появились совсем недавно. В инициал, идея мне пришла из-за моего партия, который и есть криторой этого проекта. Многие люди. Идея появилась очень интересная и очень невероятная. Суспомним так. Мой партия был в Руссии, в Horror Quest. И он очень рад, что он в тот момент виделись с директором. Я понял, что мы успели с этим проектом. Организаторы квеста говорят, это лучший способ провести день рождения. Ужасные квесты впервые появились в Азии в 2008-м. Иногда игра может длиться целые сутки. Целую вечность. Таким был этот день. Со свежими новостями команда «Первого» в Молдове будет ждать вас в среду в 18.00 и 21 час. Я желаю вам всего хорошего и до встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова А.Семкин Корректор А.Егорова А.Семкин Корректор А.Егорова